Задорили рыбой, запеченной по-царски, поили домашним пивом и учили свистеть на кусочки бумаги. Так, нашу съемочную группу принимали хозяева этноподворий на Красной площади в День Республики. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Вот такой необычный оркестр привлек внимание нашей съемочной группы. Два аккордеона и неопознанный музыкальный инструмент. Скажите, вы на чем играли? Я на чем? На пакетике. Обычном пакетике. Я присоединяюсь ко всем, кто где играет, я туда бегу сразу с этим пакетиком и играю. В сумке у журналиста не нашлось пакетика, зато нашелся блокнот. Как выяснилось, бумага тоже подойдет. Так, можно еще с другой стороны? Давайте микрофон подержу. Давайте. Нет, нужно натянуть. Прямо вот маленько. Да, рассвистеть на бумаге у меня не оказалось. Мы отправились дальше и обнаружили еще более необычный инструмент у коллектива из Аликова. Раньше наш чувашский народ использовал любые инструменты, которые есть у нас в быту. Пилы, косы, ну и, конечно же, в петлях. А что это такое? Это такая крышка, которая закрывается русскую, ну, в печь закрывается. Так, ее как можно использовать? Видимо, каблуками, да? Да. Сладете ее и танцуете под мелодию. Так. Кроме музыкальных коллективов, у подворья каждого муниципалитета была своя тема. Например, в Алатарском – сенокос. Все семьей, все, даже маленькие дети, все ходили на сенокос, чуваши. Даже в колыбельке ребенка брали, прям там он лежал, там же кормили, там же рожали даже женщин, когда работали раньше. Волжский город Козловка выбрал рыбную тему. И это царская рыба, потому что она пожарена царским рецептом. Что это за рецепт? Это секрет. Приезжайте в Козловский район. Приезжайте в Козловский район, научим, покормим, голодными не уйдете. Голодными мы все-таки ушли. Что поделать реквизит? Придется и правда ехать в Козловку. А вообще, после увиденного захотелось объехать все районы Чуваши. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.